Всех витаю, дорогие мои друзья! Посмотрите, какой вид шикарный сегодня солнце! Какой вид шикарный из окна! Просто прелесть! Сейчас пойду на улицу. Ну, давайте, выходите. Привет! Идём гулять! Сейчас идём к госпости. После обеда погода супер, что дома сидеть. А этот жук маленький берёт и нападает на людей, которые мимо проходят на карантин. Приходится его закрывать вот так вот в вольере. А то жук такой нападает на людей. Ну, раньше ж ты таким не был. Зачем ты так делаешь? Тогда бы и на улице гулял бы. Там ещё у нас куртки и цыплятка. Ага. Как у нас там кролики. Хорошо, что они вместе дома. А то бы если одни... А то бы если двое взяли на улицу, один бы испугался и спрятался. Вот, 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 смотри. Пуля, пуля. А ты говоришь, что я тебе сказала неправду. Ой, это черныш. Ага, черныш самый маленький. Пошли, Юля, будем помогать. О, одуванчики уже. Я же говорю, где ты, там и пуля. Это тебе и мне. Спасибо большое. Да, как раз солнечный цветочек. Я вот хочу подарить букет на коже. И подарить ему маме. Хорошо. Ну, на тогда вот этот тоже. Ты мне подарил? Ну, ещё соберёшь. Пошли дальше. Наверное, там на поле много. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Покупками ездили. Миша со Субтитры добавил DimaTorzok 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 Ну например? Ну например, яблоки я покупала по 19.50 Сейчас уже все они выровнялись по 20.50 А ну это еще немного так прям сильно Ну на килограмме То есть это считай, если я возьму 5 килограммов, 5 гривен В принципе они заработали на одной мне А как сметана? Вот сейчас у тебя есть чек Так, ну почитай, что там Вот молоко Молоко, да, я взяла Вот здесь 88 гривен То я взяла 4 упаковки Это получается по 22 гривен По 22 гривен Дальше что у нас тут Сыр я раньше всегда брала Каневский Я брала его по скидке А без скидки он был, по-моему, 36 гривен А сейчас он 37 гривен А, все-таки она хоть на одну грину Да, и подниму все Вот так я не знаю, я всегда брала в спаре А я не знаю, Мишка где брал по 36 Это мы так ехали приблизительно вспоминать А, может быть Я точно не могу сказать Может он в спаре и был по 37 гривен Про яблоки я сказала, да Угу А вот сметана Сметана 3 штуки Это 73 гривны Угу Угу Я знаю, что По 24,50 получается сметана А была сколько? Ну была точно по 24,50 Была она даже очень дешевле Она была или по 21 гривен Или по... Я вообще ее помню по 19,50 я брала Угу А сейчас 24 даже не знаю Наверное, просто это еще очень давно я помню эту цену Показывай Давай Чек Да, после чека вывели руки А то у меня волосы нас застряло на оси Ха-ха-ха Надо Так Что Давай будем мыть и я буду показывать Номер 60 Петрушка Малый пробчик Кстати, мне интересно, как люди дезинфицируют цвет Потому что я его в первый раз не... Ну мы потому что покупаем все в упаковке и порезанной Поэтому мы... Тамар мой тоже Тамар мой тоже А ты знаешь, что есть такие упаковки и там есть дырочки Да А я не знала, что есть упаковки, в которых есть дырочки Затащила, перемы Я не поняла, а что там вода? Еще со средства Блин, давай вытаскивай Вот эти, ну черный хлеб, он нормально моется А белый батон, так там с дырочками и плохо моется Это не очень хорошо производители делают С одной стороны, они раньше думали, что дышать, наверное Да А сейчас Хлеб должен, а теперь Да Да А сейчас Десять раз думаешь, как его брать Ты только в один супермаркет ездила или еще куда-то? Я стараюсь, если мы едем за покупками Я стараюсь в одно место поехала В одно место скупился и все Мы поехали в один супермаркет Я беру с собой Ну у нас в машине лежит такой пшикалка Пшикалка Распылитель Маленький Ну да Может раньше, знаю, там с хребистиками продавались Я их, я как чувствовала Я передать им их очень много купила У меня было три штуки Одну Мишке в машину положили Одну я себе оставила Один я не набиделась Еще может предстоит найти Вот И мы, тот маленький я сразу положила в машину Уже когда продали машину мы свою Рено То Мишка принес пульверизатор сюда И мы теперь уже в Жигуле лежим Вот, один дома И один ездит на работу со всеми Кто едет на работу, тот берет с собой стерилизатор Вот Один в машине Так я его беру с собой Я его беру с собой Потом беру влажную салфетку Попрыскаю Если беру тележку Если беру тележку То я выпрыскаю на руку тележки И стираю это все Потом влажную салфетку Каким средством ты это все можешь? Все, что по-другому купала И ферри, и... Мыло хозяйственное Покажи сейчас Мыло хозяйственное Еще уксус, смотрю, купила Да, да А мне люди посоветовали уксусом Мне люди посоветовали уксусом И кто уксусом не моет Зрители ты имеешь в виду? Да А в комментариях там мне написали Что уксусом еще разбавляться водой И можно мыть Ну там дешево Спасибо большое Статья за совет Да, очень большое спасибо Людям, которые написали советы Очень приятно, что Есть Кому нам что посоветовать Как настоящие друзья, да? И там еще мне Супариус Сказали это название Я взяла это на заметку Сейчас просто Нет возможности его купить Но я думаю Даже когда я выйду на работу Я обращу на это внимание У меня полы дезинфицировать Да, это дороговато Дистанцию люди держат Дистанцию люди держат Все Ну там не держать дистанцию Очень тяжело Там же наклеечки круглые Ну Контролируют это все А Стекло поставили перед продавцам? В Киеве поставили стекло перед покупателем Между покупателями и продавцам В супермаркете нету В супермаркете нету Никакого стекла Стекло есть Знаете где Стекло Очень понравилось в аптеке Я заходила в аптеку и его покупала У нас в аптеке всегда вроде за стеклом А мы не продавали Слушай Помимо этого стекла что у них есть Помимо этого стекла что у них есть Они взяли такие речки Прибили 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 По потолку Вниз И внизу И на это все натянули Клюенку Потом За клюенку вырезали такое окошко И окошко не открыто Оно закрыто Ты берешь там Открываешь Ложишь денежку У них там еще и их второе стекло Понимаешь То есть Ну молодцы Продумали Своих Своих Рабочих Они уберегли Уберегли А ты Получается Покупатель Должен в перчатках Кулечек Поднимание Ну если я даже не в перчатках То я например купила И я вышла Я сразу шлю Дефицеру Я после каждого магазина Сразу Дефицеру Ну это же надо поднять Вот этот пластик Кулечек Я одной рукой подняла Дала денежку Взяла Это все уже Я же все теперь буду мыть Потом взяла стерилизатор Попрыскала на руки Попрыскала второй раз на руки И рукой стерилизатор протерла А то уже у меня то что в средине то считается уже заражено все Поэтому жимой А что делать Пока что так Будет легче Будем то иначе Слушай Она мочила где то все равно Пока мыло наверное туда намочила Да У нас бывает что я яичко десь потечуть И все Яики О кстати да Вчера тебя спрашивали Почему ты берешь яйца и не моешь и ложишь в кастрюльку Ну Расскажи им Покажи как она вот моет И даже когда После Курицы Свои даже принесут Ну Я думала что Мне сказали что ты руки не помыла Пусть яйца положила А тут Люба говорит что За то что Яйца не мытые Яйца мытые Яйца то моешь Даже домашние Ну Другие яйца моются Тем как в холодильник В холодильник Вот так помоют Они Сейчас немного просохнут Потом опять перестели Ну все Перестанем Так Промываем Ну хотя Ай Хотя конечно яйца нежелательно мыть перед тем как ложить Но у нас они очень быстро расходятся Поэтому моем Видишь Каждому минимум по одному У нас Торты Тостовы Выпечка Да Ну все выпечки Да Салаты мы все готовим Тем более Тем более У нас Дерожения за дерожениями Сейчас начнется Какие-то салаты Да нужно Готовить Все равно Садиться кушать будем А что А что Рабить А что Рабить Я когда прихожу В магазин Руки Все равно Ты когда попрыскала Тачку И даже Берешь руками Но мне кажется Что все равно Они грязные Я беру Пакет Надеваю на руку И эту я уже беру Мандарины Там бананы Что Потом Его вытаскиваю Складываю И В пакет уже Потому что Уже не оставишь его Но только После него Все равно Потом опять же Надо руки Да Что там ты дальше 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 Молоко У нас идет Молоко Хрен 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 по-русски Хрен по-украински Хрен по-украински Хрен по-украински Хрен не знаю Хрен не знаю На каком Хрен А это Сыр Да Это Сыр Сыр И майонез Йод Для чего Йод Не знаю Это мама заказывала Понятно Так Грибочки Грибочки Это буду жарить По своей деньжине Хочу по крайней мере Если я захочу, тогда я пожарю. Конечно, Света, надо захотеть. А может, и не захочу. Может, скажу, ой, так много девушек. Для дня рождения. Я отдыхаю. Тогда будем жарить мы. Тогда будем жарить мы. Чаё. О, без чайка мы сейчас никуда. Зелёного. Зелёный? И чёрного. И зелёного, и чёрного. Короче, я теперь продолжаю пить. О, это наши самые любимые семечки. Для вас. Для вас. Да. Мы бабушке на скамеечке сидим, семечки грызём. Вот здесь у нас ещё есть семечки. Вот. Семечки. И высыпаем. Помыла и тут же и высыпала. Рокация, всё по местам. У нас даже заканчивается, да. Покупаем ещё. Покупаем волнечную упаковочку. Нет. Такие густые. Ты крупно-листовой купила? Ой, я купила, купила. Да? Немножко мелкий, да? Хотела гранулированный. Мы раньше такую хорошую нашла. Но его нет в магазинах. На базаре. А базары закрыты. Да. Поэтому нет. Я и баки без горя взяла, на что последнюю упаковку забрала. Да ты что. Вот чай, как раз таки в Киеве мы покупаем по 10 пачек вот таких. Даже, когда не были на карантине. А вы представьте, что теперь у нас на карантине. Угу. Каких 10? По 20, да? Ну. Да? Какой-то с этой полоской. Наши семечки очень тщательно мой, Света. Полоска я уже. Я уже помыла перед этим. Угу. А эту? А эту? А эту? А эту? Что за игрушка? Это не игрушка. А что это? Я думаю, для Юли игрушка. Это для Юли не игрушка. Что это? Это камни. У нас есть зубная паста и зубная щетка. Юля же постоянно чистит зубки. Но ей тяжело доставать к... Наверху. Да, наше стоит, да, наверху. Поэтому я ей купила, я ей сказала еще, еще не было карантина. Я говорю, Юль, как появится, я тебе возьму специально для тебя. Теперь тут пройдемся. Одним словом, сюда ставится зубная паста, зубная щетка, вешается близ... Крепится недалеко от ребенка. Она у нас вот так будет. Ну, потом снимешь. Угу. Вот на таких присосочках. И все, и туда. И потом она сама себе прибегает. А то у нее и есть подставочка. Она уже встает, сама все берет. И хочет... Я сама, я сама, я сама. Ну, хочешь сама, я тебе сделаю, будешь сама. Я уже иногда включу свет и не выключаю, чтобы она сама. Все дело уже сама хочет. Это поедет. Самостоятельно. Это присоски такие, да? Да, это присоски. На плитку тут. На плитку у вас две. На втором этаже. И так. И сюда щетка ее и пасту. Вот такая у нее штучка будет. Поближе покажу. А это купила для ее косичек. У нас уже заканчиваются... Резиночки. ...четки силиконовые там. Волосик. Прическа. А то мы всегда покупаем в таких... не бутылочках, а такие вот пластмассовые цилиндрики. Вот. Они ломаются и быстро вот подают. И в самом деле плохо для сохранения. Это я вижу в такой классной стучке. Чехольчики. Можно будет сюда положить те, что и были, и те, что есть. Угу. Их много. Особенно, когда много и косичек плетут. Здесь разноцветные, такие классные. Ну, что время взять? Пой, будем. А салфетки подорожали или нет? Да, я не знаю. А ну, бери своей рукой. Угу. И извлекли. Надо было, знаешь, вам купить Польшу. Вот я пожалела, я даже домой одну штуку купила. В Икее я Польшу купила, да. Надо было мне три штуки купить, да? Ну, да, классная такая штука. У нас да, нету. Ну, ладно, следующий раз купим, когда-нибудь. У нас немного дороже. Намного-то почему. Да, боже. Так, ну что, дальше я подстался. Уже вижу свет в конце тоннеля. А ну, подожди, давай покажем. Видишь? Где? Спасибо. Да-да-да, дырочки. Да-да-да, вот большая дырочка. Причем такие крупные дырочки. Да, и вот. И я ж не видела. Да-да-да-да. Я ж не видела, и её помыла, помыла, помыла. Висклет намочился. Такой я протираю спиртом. Такой я протираю спиртом. Там писали мне про распылитель, и нас уже все распылители банят. Просто, да. Мне заранее закупили. Ну, мы всегда такие тряпки покупаем очень много. Такие, такие вот обычные. Много. Ими хорошо стол вытирать, идеально просто. Вот, поэтому у нас их было, было. И до карантина. Ну, если и надо, то сейчас их и купить можно. Пойти в любой магазин. Мы чай поставим сейчас со света, еще карачай попьем. Ты карачай? Да, карачай. Нет, я карачай не хочу. А, не хочешь? Нет, карачай не хочу, на вечер. Какой вечер в 5 часов? В 5 часов. Вообще, когда я работала, это сейчас у меня очень сбитый уже график полностью. Уже так сбитый, уже дальше некуда, честно сказать. А когда я работала, вот, например, мы встаем, там, 6... Мишка встает в 6.10, 6.20. Мишка, Мишка, потому что, я еще раз повторяю, Мишка меня просил, когда мы еще с ним встречались. Он сказал, его из детства забывали Мишка. И он привык к имени Мишка. Мама, да, называла его, ему это нравится? Ему нравится имя Мишка. И в этом я не вижу ничего плохого. Если мне не нравится имя Светка, то я уже всем сказала, что мне имя Светка не нравится. Меня никто так не называет. Если Мишке нравится имя Мишка, он всем сказал, что мне нравится. Его все так называют. Мы в своей семье, думаю, сами можем разобраться, кого как назвать. Уж, конечно, не обижаетесь. Ну, 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 я думаю, ну, мы как-то разбираемся, кого как называть. Вот. И Мишка встает уже 6.6, там уже встать без, там, минут 6. И там уже идет, умывается себе. А я встаю в 6.30. Для меня и Торона. 6.30 это уже прям вообще-вообще для меня. Вот. Я уже туда бегу в 6.30, быстро тоже это солнышки умылась, спустилась. Юлю собрала, спустилась. Маме помогла на стол собирать. Чудык уже будут уменьшать. На стол собирать, вот. И покушали. Мы уже в полвосьмого выезжаем на работу. То есть мы кушаем, в 7.10 мы садимся кушать. Покушали, в 7.10. Следующий на работе у меня в 11 часов. Это промежуток между людьми. У меня следующий человек на 11. Вот я без 10.11 могу себе покушать. Покушать это банан или яблоко. Я съедаю. Все, перекусила. Следующий клиент где-то, потом где-то в час, в два у меня нормальный прием пищи. Там уже макароны, там, с мясом. Ну что возьму себе на работу? Вот. Это уже нормальный прием пищи. А потом приезжаю домой уже в 6.00. Сейчас вот так вот все с ног на голову поставили. Просыпаемся кто когда. В 10, в 9, в 11 еще в это время переводили. В 11 поели. Уже в 2 часа ты еще кушать не хочешь. А надо бы уже. А ты же наелся с утра. Ну уже что-то там съел вроде. Ой, надо спирт закрыть. Уже и наелся. Ну перекусил. Перекусил. Тут уже мы кушаем 7 или 8. Или в 6. Когда как уже. Когда 7. Капец. И я чувствую уже нагрузку на организм. Для меня это уже не так. Не так как я привыкла. Сигра. Не видишь. Тут все что не в холодильник. Не в холодильник. А тут все что в холодильник. Жаля, а я же сказала по-моему чуть-чуть. Что яблоки подорожали. На базу я не обращала раньше внимания. И сейчас не обратила внимания. И чек уже выбросила. Мандарины подорожали. Но мне кажется мандарины подорожали на 2 гривны. Из-за того что. Ну уже не сезон. Уже просто не сезон. Возможно я из-за этого. Ну нельзя. Невозможно ничего сказать. Да, раньше набазарили яблок разных сортов. Какой хочешь выбираешь, да? Да. А сейчас там есть выбор, нет? Красный, зеленый. Есть и красный. Просто красный у нас же лежат здесь. Ну да, зеленый кстати полезнее кушать. Красный, зеленый. Я тоже там есть. И желтый, красный, и красный, и зеленый. И бананы лежат и зеленые. И бананы лежат и желтые. И бананы только привезем зеленые. Ну зеленые вот эти. И только привезем из этого. Слава Богу, вот в чем-чем продуктами не страдает. Хотя у меня не было фаника, когда сказали, что там вот у людей все бежали, там себе эту бумагу подступали. У нас такого вообще не было. Ну вообще не было. Мы не скупали все, и там по 10 пачек убрать всего. Когда как-то у меня вообще никогда. У нас когда-то была такая ситуация, когда только война начиналась, в Каневе или Сайхтовид на свои предприниматели решили поднять цену на сахар. Они сказали, что нету на складах. И все бежали. Там, я помню, я тогда работала в банке. Я помню, прибегает ко мне клиентка и говорит, там сахар по 700 гривен. А он был там по 450 или 500 гривен. Ну мешок, это мешок. Там сахар по 700 гривен, потому что уже нету на складах. Это был там обед. Не обед, а потому что база у нас до 12, то есть это было часов 11. У меня Вова работала с нами, Валой. И он говорит, Света, может и себе питать пачку, килограмму пачку. Я говорю, Вова, ну из-за килограмма, ну уже гривена поднимется, 5 гривен на килограмме поднимется. Тебе что, уже сейчас надо бросать и бежать за этой пачкой сахара, что ли? Ты увидишь, что все будет нормально. Не может, просто не может быть такого, что без каких-либо поднятия критически сильно доллара или еще что-нибудь, вот так выросла цена именно только на сахар. Ну не может такого быть. Это что, завод взорвался, что ли, и все заводы, знаешь? Ну не может же такого быть. Я как-то панике это не подалась. Через там буквально 2 часа прибегают уже другие люди, там уже по 900 гривен этот сахар. Немсом, этот сахар стоил наконец с дня 1200 гривен мешок сахара. Ты вот только вдуматься, да? Когда мне первый человек сказал 700 гривен, то уже на конец дня 1200 гривен. Это два раза. И это бежали бабки, которым и нафиг не надо мешок сахара. Они, ну вот там 75-80 лет, женщинам, которые бегут за этим сахаром, еле этот сахар тащат домой. Что ты с этим сахаром будешь дома делать? Ты мне скажи, ну на зиму идем. Ну хорошо, что зимой? Ладно еще летом закрывать, да? Консервация, там варенье. Ну на зиму, что ты зимой будешь делать с этим сахаром? Ложками кушать, что ли? Ну не знаю, не условно. Люди сами делают панику, люди сами поднимают это все, а потом еще жалуются. Но самое было интересное потом. В этот день Юля, моя кума, позвонила своим родителям. Они были в Черкассах. Они купили себе нормально, за нормальную цену привезли этот мешок сахара в Черкассах. То есть на складах и в оптовых рынках было все нормально. Видно кто-то, ну это я так себе думаю, я не знаю, как оно по нанофлящим было. Видно там кто-то где-то сказал, кому-то надо было продать, может там договорились какой-то ряд, потому что сахар же кругом продается. И вот они вот так подняли. Потом вот эти бабушки, женщины, по 70, по 80, 80 лет, потому что за 80 лет это я видела лично. На следующем базаре, как бабушка уговаривала купить у нее тот мешок сахара за ту цену, которую ей продали. Вот, ну, ну просто. У меня слов нет. Народ, народ это народу. Вот так паники подаваться. Поэтому, даже когда карантин вели, где не бежала ни я, ни мама, ни та, мы нормально к этому отнеслись, в магазине бежали, понятно, что сейчас, ну это же, ну это же не война. Ну мы же в бункере не будем прятаться, правильно? Это же не бомбу на нас бросает. Это вирус. Маски, кульки, и пошел, и нормально. Так что так. Так что так. Не надо паники поддаваться. А то отца завтра бежим сами и хаос поднимаем, а потом возмущаемся, что у нас что-то не так. Конечно, вот как в Фейсбуке. У нас семья большая, поэтому много не приходится покупать. Нет, ну у нас семья большая. Раньше было 30, пускай сейчас 25 тысяч населения. Вот теперь представьте, каждый человек из 25 тысяч возьмет себе не на 4 дня, а на месяц. Пускай я возьму уксуса там не 2 баночки, я возьму вот баночек 5, потому что мне еще дезинфицировать полы, и все, им же надо, правильно? Вот я возьму баночек 5, это только я одна. А что если все возьмут по баночек 5? И что будет? А придет бабушка, которой и вправду надо эта баночка, которой и вправду надо, может у нее нет денег на спирт дорогой, у нее есть деньги только на отцы за 8 гривен. Вот она пришла за ним, а его не окажется, и что потом? Вот как ей быть? Поэтому я говорю, надо не падать в панику. Все. Все. Все.